По даручению старшины Гомельского Абл-Виканкама Владимира Дворника в области проводят рейды на водоемах. За три года в Беларуси провалились под лед и потонули 34 человеки. Утемлик 7 в нашем регионе. Причем частей за все на зимовых водоемах гинуть вопытные рыбаки. Каб продухелить трагичные выпадки, комплексные рейды будут проводиться на протягу сего зимового периода. На переддни группы специалистов и наша здымочная бригада наведали так званное обкомовское озеро. Глубиня тут досягая местами 20-25 метров. В будний день у его акватории некольки десятков маторов зимовой лоули. Кожны упевнены, что вернется до дому сухим и золовом. Как часто вы рыбачите здесь? Ну часто. Не боитесь на лед выходить? Да нет, 10 сантиметров леда. Я же когда заходил, так я проверил. Лед хороший, так я пошел. Представники областного управления МНС, Освод, Державные инспекции по маломерных суднах и прокуратуры попередживают рыбаков об небеспеции и удокладняют наявность сродка выротования. По словах специалистов, что году сезон гинет до 5 человек. Сыходят под лед и тонут, або помирают от пероохолоджения. Несмотря на лед, все равно есть у нас такие закоренелые рыбаки, которые стремятся даже, как не смешно это выглядит, на лодках выходить на воду. Вы видите, сож еще не местами полностью закрылся, есть отдельные участки. Но с наступлением оттепеля даже бывают случаи, когда вот не успело, например, замерзнуть озеро. Человек там поставил сети, стал на своем каком-то самодельном челне пробиваться к этим сетям по льду, колол-колол, в какой-то момент качнулся. Упал, не было ни спасательного жилья, никакого средства. Утром хватились, нет человека, пришли, лодка вмерзла, шапка вмерзла. Приехали водолазы с вода, достали, человек утонул. Часть из-за все на зимовых водоемах гинуть в опытные рыбаки. Яны, выполненные у собей, в своих силах, миновито тому становятся заложниками нештатных ситуаций. Так само в группе рызыки – дети. На сегодняшний день на территории города Гомеля создан комплекс план мероприятий по профилактике утоплений. Эта работа проводится как комиссиями по делам несовершеннолетних учреждениями образования не ими всех уровней. Разработаны совместные программы, рейдовые мероприятия. Утром проводится как непосредственно социальными педагогами и учителями, так и совместно с осводом. В случае задержания несовершеннолетних, как органами МЧС, так и осводом, эти несовершеннолетние переписывались и передавались соответствующие инстанции. Почему? Потому что нам необходимо знать информацию, в каком учреждении образования, либо в каком районе недостаточно проводятся профилактические работы, разъяснительные работы. Специалисты на столе вопросить поклопотиться про властную безпеку и не отпускать налет неполнолетних. Продолжение следует...